МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава Иисусу! Я приветствую всех миром Господа Иисуса! И хотел напомнить, что мы уже взывали в начале занятия, мы продолжаем наши занятия. И тема наша – это превосходство служения, пасовского служения, пятигранного служения. Несмотря на то, что семинар для деканов, деканы должны знать, что такое служение. Не служба, а служение. Церковь должна понимать, что такое служение в работе Святого Духа. И Слово Божье говорит нам. Послание к Иуде в стихах 17-19 написано. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последние времена появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Это слово имеет цель. Послание Иуды, оно написано для определенного момента в жизни церкви. И как текст говорит нам, в тексте, который мы зачитали, оно направлено для этого последнего времени. Итак, мы живем время, о котором Слово Божье говорит, что это время нечестивых людей, которые, это ругатели, которые живут по своим нечестивым похотям, похотям плотским, человеческим. И послание к Иуде, оно предупреждает от тех, которые втиснулись в нашу среду, но которые потеряли веру, потеряли страх Божий. И болтаются посреди евангельских. И они несут уже Евангелие. И какова их характеристика? Характеристика их в том, что они не имеют Духа, Духа Святого. Они могут иметь титул пасла за курсов, которые они прошли, или благословение, может быть, даже, которое Бог дал им однажды, и поставив на служение. Но когда Бог дает вам служение, это по пророчеству, с возложением рук священства. Но Дух Святого может уйти из жизни человека. И человек может остаться только с титулом, но у него нет больше помазания, которое было на нем. Мы не имеем никакой цели, намерения ранить кого-то, или говорить плохо о ком-то конкретном, кто пережил что-то там. Слово Божие – это предупреждение для нас, для верной церкви. Послание к Иуде, оно направлено к призванным. Тебе и ко мне. Написано «Призванным, которые освящены Богом Отцом, сохранены Господом Иисусом». Мы живем благословением. И это благословение требует от нас определенную заботу. Дух Святой не является нашей собственностью, но мы получили Духа Святого. Служение, служение Слова, оно не зависит от наших усилий, или как награда за то, что мы что-то сделали. Нет, мы получили его по пророчеству, по благодати. И Дух Святой, Он дает нам способности упражняться в служении. Итак, если Дух Святой уходит, то не остается больше служения. Титул человек может даже нести какой-то, некоторые даже придумывают. Великий муж Божий, там любые титулы, которые они хотят использовать. Но то, что важно для нас, чтобы служение было частью нашего призвания. И Господь призвал нас и поставил нас на служение. Это требует от нас серьезного отношения и заботы. Итак, почему нам в это последнее время нужно быть очень осторожными? Она предупреждает, у тебя есть служение, которое Бог тебе дал. Бог призвал тебя, Он дал тебе веру. И в призвании твоем, с верой, которую Он тебе дал. У Него есть намерение для твоего служения. И теперь призвание в это последнее время, чтобы пребывать в том, к чему мы были призваны. Это увещевание для нас. Итак, послание Иуды – это приглашение подвязаться за веру, бороться за веру, которая однажды была передана святым. Мы вспоминаем веру ранней церкви. Как они жили верой? Что вы видели в них? Были ли они профессионалами христианскими? Бегали за деньгами или за знаменитостью? Нет. Эти люди были исполнены верой. Верой неподдельной. Верой, которую Иисус им открыл. Потому что Он начальник и совершитель веры. Которая открывала Иисуса сердцам этим людям. И теперь они переполнены были любовью к Иисусу и к церкви Иисуса Христа. И ответственность у них была заботиться о стадии, которая была не их. Иисус говорит, ты любишь меня? Ты получил веру мою. Ты познал Иисуса, когда ты получил веру. Ты услышал слово. У тебя есть это сердце. Итак, паси овец моих. И эти люди, они пасли овец. Они никогда не считали себя лучше никого другого. Осознавали призвание, ответственность, которая на них лежала. И они были исполнены любовью к стаду. У пастора Истинного есть эта характеристика. Он не может разочаровывать овцу. Потому что, как было сказано в предыдущем занятии, Диаконская служба была дана по мольбе стада. И иное служение слова также возникает посреди стадов. Бог ставит тех, которые были. Там часто были деканами. Не каждый диакон будет пастором. Но кого Бог призовет? У тебя есть завет со стадом. Горе тому, кто соблазнит одного из малых слих. Пастор не может проповедовать одно. А на следующий день сказать то, что он проповедовал, это была не истина. Мы не говорим для тех, кто там вне. Мы говорим для наших. Это забота в это последнее время. Это мне нужно быть осторожным. Мне нужно об этом заботиться. Тебе нужно заботиться. У нас нет этого права. У нас есть ответственность о том, что Бог дал нам. Потому что мы получили веру. Веру, которую они получили в начале. И призвание бороться. Это ежедневная борьба. Жить этой верой. И то, чем мы пережили в начале. Они жили этим. Это пребывать в борьбе. До конца быть верным. Бороться за то, что Бог тебе дал. В служении, которое Бог тебе доверил. В котором ты будешь пребывать. И ревновать. Заботиться о том, что Бог тебе доверил. И ты получил это по пророчеству. И ты будешь жить пророчеством. Служение, оно не было пророческим. Оно должно продолжать быть пророческим. Это не просто благословение. Титул, который я когда-то получил. Это благословение, которое должно пребывать в моей жизни. И Слово Божье говорит, и они пребывали в доктрине. Доктрина была чем для них? Доктрина была дана по откровению. Это открытое слово. Доктрина они получали от Господа. Получали и учили этому церковь. Но это было познание того, что Павел донес для них. Наставление, когда он был и религиозным человеком, фарисеем. То, чему он научился от Гомолила, нет. Он говорит, ибо я от самого Господа принял, и чему и вас научил. Сегодня пребывать в доктрине, это пребывать в открытом слове. В том, что Господь дает нам. Он дал нам и продолжает давать. Дух Святой продолжает совершать. Преломление хлеба. Почему? Потому что церковь это тело. Пастор не становится великим каким-то человеком, чтобы церковь зависела от него. Он не лучший, он не наибольший. Нет. Он часть тела. Он не живет изолированно, но он живет духовным даром, который усовершенствуется в теле, в жизни церкви. Он живет этим. И он живет и пребывает в молитвах. Потому что он не является самодостаточным. Пребывать в молитве, это зависеть от Духа Святого. Ценить то, что несет нам голова Господь Иисус. Человек на коленях, предстоящий пред Богом. Я не являюсь кем-то, но Господь является. У меня нету, но у Господа есть. Кто я такой? Но я служу Богу, который я есим. Это наш опыт в служении. Но опасность этого последнего часа от того, что некоторые вкрались со своим разумом, который с чем-то, что похоже на Евангелие. И послание Иуда предупреждает об этих людях. Ибо вкрадывались некоторые люди издревле предназначены к всему осуждению. Помните, мы призваны жить в веру, которая нам однажды была передана святым. Вера – это Иисус. Он – начальник и совершитель веры, которая пребывает. И тут вот наступают опасности. И опасности Слово Божье предупреждает нас. И дает нам три примера троих человек. Каим, Валаам и Корей. И они предупреждают, что нам нужно быть осторожны, чтобы не встать на путь Каиновый. Видите, горе, потому что идут путем Каиновым. Предаются обольщие мезды, как Валаам, в упорстве погибают, как Корей. Но иногда у них очень привлекательный аргумент. И так путь Каина в 11 стихе, что мы не можем идти путем Каиновым. Что это был за путь его? Каин – это человек, который слышал Божий голос, разговаривал с Богом. Но он начинает считать, что у него есть что-то лучшее, чем то, что Бог имел. Когда родители Каина согрешили, Бог показал им – это не фиговые листочки. Тебе нужно жить пророчески. То, что Бог установил. Итак, путь истина и жизнь. Путь Каина – это один. А путь спасения – это другой. Путь, который ведет к Отцу. Иисус. Который является путем истины и жизнью. Но это путь, который ведет тебя к Отцу. И так спасение – это не то, что я считаю. Спасение – это не то, что я хочу. Это не мой проект. Но спасение – это познавать то, что Отец, Дух Святой, открывает в Иисусе. Когда Каин избрал путь свой. Что это за путь он избрал? Это другой проект. Отец указал Адаму и Евы пример. Тебе нужна жертва. Вы получите облачение, но кто-то должен умереть. Это пророчески указывало на Иисуса. И то, что Каин отвергал – это пророчество. То, что Бог говорил. Путь, который Бог приготовил, чтобы человек мог вернуться в общение с Богом. И Каин отвергает. Почему? Он говорит – я не хочу этого. Это не то, что я желаю. У меня есть что-то свое. Когда человек не понимает. Вы видите это в диалоге Каина с Господом. Вы видите отсутствие страха Божьего. То, каким образом он общается с Богом. Человек теряет страх Божий. Когда он теряет веру. И когда он теряет страх Божий, он идет этим путем. Путем Каиновым. Это отвержение проекта. Потому что он приносит от плода земли. Красоты то, что он собрал. По-человечески это красивее. Куча фруктов, плодов, которые он собрал. А жертва, которая имеет кровь, где кто-то умер. Она как бы по-человечески не такая красива. Кто-то мог бы сказать – мне понравилось. Но Бог отверг. И Бог говорит Каину. И он разозлился. Бог говорит – если ты правильно поступишь, ты будешь принят. Но если ты плохо поступишь. Смерть лежит у дверей. Ты найдешь смерть. Это путь человеческой гордыни. Человек, который исполняется гордыней, выходит из пророчества и направляется к тому, что есть его собственно. Таким образом, он восстает против пророчества. И он восстает против проекта Божьего, в котором есть кровь, есть Агнец, в котором есть Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. Он восстает против Троицы. Он восстает против проекта спасения. И этот человек, кроме того, что он находит в себе другой проект, еще есть характеристика другая. Он хочет убить Авеля. Он не удовлетворился. Просто принести что-то другое, Бог его отверг, он просто уйти. Или взбунтоваться против Бога. Просто нет. Теперь он хочет разрушить пророческое. Он восстает против тех, кто желает жить пророческим. И так он смотрит на Авеля. И он хочет убить Авеля. Человек, который теряет веру. Он наполнен этими чувствами, желаниями убить и не позволить никому жить верою. И так он восстает против воззвания крови, против духовных даров. Он восстает против открытого слова. Почему? Потому что они верят больше в то, что Иисус придет. Это не сейчас. В какое-то другое время. Почему человек этим начинает жить? И мы говорим это для нас. Потому что это забота этого последнего часа, чтобы не потерять благословение, которое Бог нам дал. Это вероотступничество. Это проект, который, на первый взгляд, он привлекательный. Это плоды земли, этой жизни. Но проект, который ведет овцу к обману. И это служение ведет человека к смерти. Это Каин. Он сам на пути смерти и хочет еще убить Авеля. Это действие проявления зла. В то время, когда церковь приготовляется в верное пришествие Иисуса. Есть народ, который отвергает пришествие Иисуса. Когда церковь приготовляется к приходу Иисуса, есть те, которые перестают верить в это. Потому что оставили пророческое. Следующий слайд. Заканчиваю уже. Слово Божье говорит. Горе им. Потому что идут путем Каиновым. Предаются обольщению мсты, как Валаам. И в упорстве погибают, как Корей. Я уже сказал о Каине. И два других персонажа Валаам и Корей будут еще упомянуты. Текст библейский, который я попросил. Последний стих посланий к Иуде. Заключение. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Нет. Единому премудрому Богу, спасителю нашему Иисусу Христа, Господу нашего славы и величия, сила и власть. Прежде всех веков, ныне, во веки веков. Аминь. Итак, правление Господа Иисуса Христа, сила и власть. И служение, оно пророческое. Мы призваны служить служением силы. Но под силой и властью тех, кто имеет власть в церкви. Прежде всех веков, ныне и во все века. Аминь. Ему слава и величия, и власть ему. Пастор Силвио сейчас продолжит говорить о двух других персонажах. Мы приветствуем всех миром Господа Иисуса. И продолжая то, что Господь открыл для этого семинара, мы будем говорить здесь о двух других персонажах. И Господь показал для этого семинара, который оставили. Проект пророческий, который установил сам Бог. И текст говорит о Валааме. Что они были обмануты. Валаам, он был пророком. Предаются обольщениям взды, как Валаам. Валаам должен был говорить слово от Господа. Передавать Божье Слово, то, что Бог произносит. И Слово Божье показывает истории. Он вспоминается в послании к Иуде, как тот, кто обманул народ. Тот, кто оставил пророческое. Оставил то, что Бог установил для его жизни. И в определенный момент его позвал Валаам, чтобы он проклял народ. И Слово Божье говорит, что Господь не хотел, чтобы он так поступал. Это не было желание Господня. Но он продолжал из-за мзды, из-за вознаграждений. Когда ему заплатили, да, его взяли в аренду, чтобы сделать то, что там нечестивый царь хотел. Чтобы сказать то, что не было частью пророческого проекта Божьего. То, что не исходило от Господа. И Библия говорит, что он привел Израиль совершить грехи против Господа. Почему? Потому что он дал совет, который был не от Господа. Он принес такой ущерб для народа Божьего. Советую совершать то, что было не от Господа. Этот совет принес ущерб огромный для жизни Израиля. Потому что эта ситуация была такая, что люди даже умерли из-за этого. Люди погибли из-за этого. И так Валаам, он ушел путем гордыни. И он восстает против слова, против истины. Истина, которая от сына. И в этом бунте, на пути гордыни, он дает совет. И мы видим в книге откровение, где написано уже об учении Валаама. Которое привело Израиль к преткновению, чтобы преткнуться на пути, который Бог приготовил, установил. И так Бог показывает нам, что в этот момент, в котором мы с вами живем, Иуда предупреждает нас, как было сказано, что мы живем в последний час. И Дух Святой переживает о нашем пребывании в присутствии Господнем. И Он упоминает эти примеры, чтобы мы могли правильное положение занимать. Понимать, где мы находимся и куда мы идем. В проекте, который Бог установил для наших жизней. И мы не можем отойти от этого проекта. Потому что, когда человек выходит из пророческого проекта, он идет своим собственным путем. Он идет далеко от присутствия Божьего. И мы видим в жизни Валаама, и так же, как произошло в жизни Каина, и в жизни Корея, что все эти происшествия, события, служители, те, кто отошли от присутствия Божьего, был суд для них установлен от Бога. В случае этого персонажа, Слово Божье говорит, что он потерял жизнь, от меча погиб. И Слово Божье приносит ему осуждение смерти. То, что Дух Святой открывает для этого момента, это означает намерение, чтобы сохранить нашу жизнь, сохранить Слово Божье, сохранить учение, сохранить доктрину, которую Господь призвал нас до этого момента. И Он поведет нас до дня пришествия Господа Иисуса. Если мы будем продолжать быть верными тому, что Дух Святой нас научает. И мы увидим другого персонажа, который есть Корей. Корей, он был левитом. Я хотел напомнить вам, что на последнем семинаре Господь говорил к нам о другом персонаже, тоже левите, молодом человеке левите, который оставил дом Господень в Вифлееме и пошел в наем, в дом Михи. Точно так же, как и здесь мы увидим, это тоже левит Корей, который был из дома Кореева. Слово Божье говорит, в чем была проблема его в исполнении функции, которые Бог призвал его. Он восстал против правления. Он сбунтовался против правления, против Духа Святого. Большая проблема пророчески. То, что Бог говорит к нам в этот момент, когда человек отвергает действия Духа Святого в его жизни. Отвергает то, что Дух Святой хочет совершить. То, что Дух Святой совершает против доктрины, против слова, против того, что есть пророческое. Корей, он пользуется аргументами разума. Он приходит к народу. Он ведет народ. И слово говорит об интересном факте. Потому что Корей, он собирает старейшин, знаменитых людей, чтобы восстали. То, что было установлено самим Богом, это правление Моисея в присутствии Господним. И так в этом споре, в этих аргументах, которыми он пользуется, он противостоит благословению Господню. Он восстал против того, что Дух Святой установил Слово Божье в его жизни, в жизни народа Божьего. Это был его личный проект. И Слово Божье говорит, что он искал своих собственных интересов. И мы увидим, что этот молодой человек левит. Он отклонился от призвания своему служить Богу. Он был призван исполнять в присутствии Божьим свою функцию. И он отходит от этого проекта. И мы видим тот же самый пример в жизни Кореи. Он был признан. И когда Моисей говорит с ним, он говорит, «Слушай, ты свое собрание собрал, которое состояло из этих людей, из этих старейшин, ты с ними собираешься, чтобы выйти против того, что Бог устанавливает. Тебе была ответственность нести служение в Скине. Он был призван для этого. И пастор в этой работе, слуга, который поставлен на эту работу, он был поставлен на функцию, которую Дух Святой открыл. Ни один из нас, мы не ходим здесь, потому что мы хотим, нет, потому что Дух Святой дал нам функцию, как пастор Денис говорил здесь. Нам нужно ходить, двигаться в том, что Дух Святой установил для нашей жизни. Не можем противостоять воле Господней. Итак, в этот момент, в который мы живем, в пророческий момент, в церкви в последние дни, есть ситуация, в которой мы живем, поэтому пастор Денис говорит, и Господь говорит к нам, что мы слышим это послание, это вопрос для нас, смотреть на нас, внутрь нас, на церковь пророческую, верную церковь, чтобы мы могли привести в порядок то, что, возможно, отклоняется, уводит нас от пути, для того, что Бог открывает для нас. Поэтому Дух Святой в этот час, он призывает наше внимание, потому что Бог любит наши жизни. Корей имел свой личный проект, и этот проект личный, и Бог, Моисей призывает его и говорит, тебе этого недостаточно, чтобы тебе было дано служение, заботиться о Господне. Ты тоже хочешь и правления. Он хотел царствовать, да, он хотел выделяться. Господь призывает нас в этот час, и мы здесь не для того, чтобы выпендриваться, выпячиваться, только Дух Святой может быть впереди. Ой, вот нужно, чтобы было видно, он Господин всего, и мы прославляем имя Господне за это. Человек не может отклоняться от того, что Бог открывает. Ему нужно пребывать в проекте пророческом, в наставлении, в Слове Божьем. И так это восстание Кореи происходит и в наши дни, когда человек противится или противостает то, что говорил однажды. Упираться, да, в упорстве погибает, упираться против учения, против доктрины, которую проповедовали однажды. Так забота Духа Святого, он привлекает наше внимание, он хочет, чтобы мы поняли, что все эти вещи, они против проекта, это отклонение от проекта от Отца. Отклонение пророческого проекта Божьего для нашей жизни. И характеристика в жизни Кореи, да, основная, это предательство. Он восстает против Духа Святого, против проекта Отца, против призвания, которое у него было, против правления Духа Святого. На прошлой неделе было рукоположение одного брата. И на этом, там Бог дал видение, когда брат на коленях стоял, мы за него молились, возложением рук. Бог показал, что ангел пришел и принес ему посох. И этот посох имел свою собственную жизнь. Ни пастырь, ни брат нес посох, а посох ввел этого брата. Это чудный прообраз, да, это то, что Бог совершает с нами. Дух Святой, он ведет нас. Он несет нас. И очень часто мы можем сказать, что сколько раз Дух Святой, он ведет нас туда, куда мы не хотим идти. Но это воля Господня, это проект Божий. Это то, что Бог желает для наших жизней. Поэтому Корей, он восстает, чтобы принести ущерб для жизни слуг Господних. Все те, кто отвергли пророческое послание, проект пророческий, восстали против Слова Божьего. Они в упорстве своем, они будут иметь огромный ущерб. Текст говорит, как суд от Господа, что Корей потерял все. Он умер там, в пустыне. Земля поглотила его. И это был суд от Господа. И мы говорили уже, да, мы повторимся, мы не говорим ни о ком извне. Забота Господня, она в том, чтобы мы, как слуги Божьи, могли пребывать в этом проекте пророческом. Нам нельзя отклоняться. Нам нельзя восставать против пророчества, против Слова Божьего, против доктрины. И функция наша в том, чтобы эта доктрина, она пребывала. Иуда пишет об этом, как пастор Денис сказал, говоря к церкви. Информируя, предупреждая святых. Он говорит о проблемах. И в конце послания он призывает внимание церкви к этому моменту, в котором мы с вами живем. Братья и сестры, декона, которые однажды еще будут пасторами, труженики, которые желают также нести и деконское служение, труженики. Наша ответственность, самая большая, пребывать в том, что Дух Святой открывает то, чему Он учит нас. Нести это наследие, передать это наследие, те, которые придут позже. Это ответственность наша, и это борьба, в которой мы живем. Поэтому Господь призывает наше внимание к этим пунктам пророческим в истории церкви. Посмотрите, когда мы читаем эту книгу «Свет Духа Святого», в «Свете Духа Святого» мы можем увидеть эти и связать факты, которые происходят в наши дни, в жизни церкви, с тем, что было сказано там. Конечно же, во времена Иуды и другие моменты в слове, эти факты также происходили. И они будут продолжать происходить, потому что борьба, она продолжается. Как пастор Денис сказал, это борьба, и мы боремся, мы сражаемся за веру, которую мы получили однажды. За то, чтобы эта вера, она продолжала быть живой в нас, которую мы получили по благодати. Бог призывает наше внимание, чтобы в этот момент, в котором мы с вами живем, пребывать твердо в этом проекте открытом. Нам нужно понимать, где мы находимся, в какой момент этого проекта мы находимся. Нам нужно понимать это. Это последний час. Пастор Маурилу говорил, пример, который пастор Жидовцы использовал, о строительстве. В какой момент мы живем, мы в конце времени. Иисус придет. Иисус при дверях. И победа, которая... Который Господь нас ведет, проходя через эти трудности, победить во имя Господня. Все это в слове, в крови, в безопасности тела. Поэтому Дух Святой, Он призывает нас. И в это время мы здесь. Мы здесь, в присутствии Духа Святого. Мы не можем отказаться или отвергнуть то, что Бог открывает. Мы не будем менять богословение Господа на что-то проходящее. Валаам научил, как завести народ Божий в проблему, когда народ начал склоняться пред идолами. Есть идоложертвенное. И служение в этот час доносит откровения, учения, наставления и ревнует об этом. Если Дух Святой говорит, что так должно быть, так и должно быть. Наставление воскресной школы, да, слово вечером, чтобы мы могли победить во имя Господа Иисуса. И мы победим кровью и словом. Да будет благословенное имя Господне. Давайте споем Псалом. Воспевать буду милости Господне и суды Его. Я буду воспевать путь прямой. Когда ты придешь ко мне, Господь. Никакого зла предо мной я не буду иметь ни лжи, ни обмана. Я не буду следовать. Я знаю, что ты не терпишь гордецов. Храни меня, Господь, в тебе. Ходящие прямым путем будут служить тебя, и верные будут искать тебя, и будут с тобою в доме твоем, Господь, вовеки. Псалом. 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 О силе, которая в крови Иисуса И мы молимся, чтобы Ты, Господь, сохранил нас И в том призвании, которое мы получили от Тебя Избавь нас от отклонений Избавь нас Чтобы мы не слушали того, что не угодно Тебе И чтобы голос Духа Твоего Святого пребывал В нашей жизни Чтобы воля Твоя, Господь, в сердцах наших Слово Твое в сердцах наших До дня Господа Иисуса Мы молимся во имя Иисуса Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok